Последние репетиции перед важным выступлением. Старший состав государственного мужского хора при президенте примет участие на международном фестивале народной песни добровидения. Масштабное культурное событие состоится в Санкт-Петербурге. Фестиваль проходит уже в девятый раз и с каждым годом набирает обороты. Желающих принять участие в ярком событии становится все больше. Приглашение нашей делегации поступило на имя президента Алана Гоглоева. Первый день мы выступаем в Петропавловской крепости, на территории крепости. В тот же день выступаем в капелле. И второй день фестиваля – это съемки и галоконцерт в стадионе «Арена», где-то на 6 тысяч человек стадион. Фестиваль по праву считается примером международного культурного сотрудничества. Южная Осетия познакомит широкую публику с национальной культурой, представив лучшие песенные композиции. Репетиции у нас давно идут. Сейчас у нас уже больше идет как генеральная репетиция, генеральный прогон. Вот уже подводим все к выезду. Произведения у нас национальные, будем представлять свою культуру соответственно. И в основном народные песни у нас. В рамках фестиваля пройдут телевизионные съемки. Выступления творческих коллективов планируют показать в телепередаче «Играй гармонь». Руководитель хора национальной песни при президенте Сармат Кабисов выразил благодарность главе республики Алану Гоглоеву за поддержку. В прошлом году получали приглашение, но по каким-то разным обстоятельствам не получилось. В прошлом году и в этом году у нас получилось, и мы едем. Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить наше руководство, это администрацию президента, президента Гоглоева Алана Эдуардовича. И несмотря на то, что наша организация не находится в подведомстве Министерства культуры, при этом нам очень сильно помогает Рада Филипповна Дзагоева, это министр культуры. Большое им спасибо. Как добавил Кабисов, они настроены достойно представить свою республику.